Вот так выглядит все, что осталось от стадиона Сибирь в селе Ширай. На самом деле очаги возгорания можно наблюдать не только здесь. По словам местных жителей, у них выгорели целые районы. Огонь буквально окружил населенные пункты со всех сторон. За считанные минуты стихия уничтожала целые улицы. Многие жители в растерянности наблюдали, как их дома превращаются в прах. Вот эти пылающие руины еще утром были благоустроенным домом. Короче, я кинулся тушить, но бесполезно все было, потому что там такая жара была бешеная. И я открыл ворота, думал, ну, чтобы спасти, но это все оказалось бесполезно, потому что в пять секунд все вспыхнуло и все сгорело. И смотрите, до сих пор вот полыхает пожар. Зарево от пожара в Ширинском районе видно за многие километры от населенного пункта. Видны и другие последствия. Вдоль дорог падают тлеющие опоры лэп, дикие животные и брошенный скот бегут от огня, который распространяется молниеносно. Причина тому – шквальный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Как говорят сотрудники МЧС, на борьбу с угрозой бросили все силы, но и этого стало недостаточно. Общая группировка в Ширинском районе была задействована более 500 человек. Сюда включается не только противопожарная служба и пожарные спасатели МЧС России, но привлекались и специалисты с Министерства обороны. На помощь из Красноярского края Кемерово отправили десятки единиц техники и даже шесть пожарных поездов. Потушить огонь удалось лишь в 6.45 утра, спустя почти сутки после начала пожара. А вот так выглядят пострадавшие районы Шира уже при свете дня. На несколько километров вокруг не осталось ничего живого, лишь руины, которые до сих пор дымят. Всюду можно наблюдать брошенные машины, которые сгорели, потому что их просто не успели эвакуировать. Многие жители этих домов потеряли все. Ущерб, нанесенный огнем, невообразим. Ландшафт похож на поле боевых действий. В общей сложности сгорели 1205 домов в 42 населенных пунктах. 3000 человек остались без крова, 15 погибли. Многие находятся в больницах. При этом в районном центре Ширинского района погорельцы уверены, таких ужасных последствий можно было избежать, если бы в самом Шира не было дефицита пожарных расчетов. Шло вот все с этой вот горы. То есть сначала на огороды все прикинулось, мы позвонили в пожарную часть. В пожарной части нам сказали, что машин нету, потому что они работают по объектам. Возможно, это было даже и так. Сотни людей с самого утра толпятся во временных пунктах оказания помощи. По словам медиков, поток идет непрерывно. С самой ночи врачи работают без передышки. В основном идут ожоги. И очень многие с глазами пострадали. Оказывая, закапываем капли, глаза промываем, на локаином обезболиваем. Те, кто уже получил первую помощь, отправлены в пункты временного размещения. Всего их более 20. В Ширинском районе это базы отдыха. Те погорельцы, кто, несмотря на горе, стараются не унывать, шутят о вынужденном курортном сезоне. Тут же рядом людям начинают оформлять новые документы. На все это должно уйти около трех дней. Будет материальная помощь оказана. Будет оказана помощь в плане строительства, в плане покупки домов. Это уже на уровне правительства республики Хакасия. Сейчас мы организовали системную работу по приему этих людей, по составлению социальных паспортов на пострадавших. Уже 600 человек в девяти фондов временного размещения размещены. Из них 170 ребятишек. Правительство Хакасии уже связалось с федеральными властями. Те пообещали выделить всю необходимую финансовую поддержку погорельцам. В республике уже работают межведомственные комиссии по оценке ущерба. Александр Ловицкий, Алексей Гусев. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok